Уже четвертый год единый государственный экзамен проходит максимально объективно. Это отмечает Федеральная служба по надзору и Министерство образования и науки. Жесткий контроль в пунктах проведения экзаменов и стопроцентная оснащенность аудитории камерами видеонаблюдения дают хорошие результаты. Выпускники теперь полагаются только на свои знания, а не на шпаргалки или помощь педагогов. Однако результаты аттестации других контрольно-проверочных работ – это показатель успеваемости не только отдельного ученика, но и всей школы, отметила Ольга Васильева. Мы должны стимулировать развитие образования, а не наносить его. Мы должны прежде всего на основании проверочных работ не заниматься жесткой рессурой, а помогать изо всех сил тем школам, которые показали стопии, которые показали более слабые результаты. Нам нужно заниматься актуальной совершенно разработкой технологии. Таким образом, региональные министры должны давать оценку школам и решать, где необходимо уделить внимание повышению профессионального уровня педагогов. В связи с этим Ольга Васильева говорила о важности возобновления наставничества, появления методических кабинетов и институтов профмастерства. Кстати, до конца года планируется разработать и утвердить новые учебно-методические комплексы. Коллегиально в ходе конференции рассматривают и другие актуальные проблемы и решают вопросы перспективных направлений отрасли образования. И, как отмечает Федеральная служба по надзору, в этой части хорошие результаты показывает Краснодарский край. Достаточно высокое качество образования. И мы ряд идей, предложений, которые рождаются в Краснодарском крае, берем на федеральный уровень. Поэтому здесь можно только дать положительные характеристики Краснодарскому краю, новому министру образования Краснодарского края, с которым мы активно взаимодействуем. В этом году в ряде регионов было реализовано одно из предложений Краснодарского края. Печать экзаменационных материалов непосредственно в пунктах сдачи ЕГЭ позволила сократить время на обработку результатов. В итоге выпускники узнали о количестве набранных баллов по русскому языку и ряде других предметов на пять дней раньше. Мы идем в ногу с Министерством образования и науки Российской Федерации, Рособорнадзором, делаем все более прозрачные процедуры ЕГЭ, участвуем во всех пилотных проектах, которые нам предлагают и надеемся, что действительно находимся в разряде флагманов. Вы же знаете, что 50% всего пунктов проведения экзамена печатали контрольно-измерительные материалы в аудиториях, но в перспективе переход на все 100%. Перейти на такую технологию планируется уже в следующем году, тем более что есть возможность обеспечения всех пунктов сдачи ЕГЭ соответствующей техникой. Обсуждать вопросы повышения качества образования участники конференции будут в течение двух дней. Все идеи и предложения учтут при формировании новых образовательных стандартов.